МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Возрождение Полесья и уникальный опыт преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Гомеле встретился с активом области и принял участие в церемонии открытия новой поликлиники. Университету 90. История и современность. Вступительная кампания и планы на будущее. В интервью ректора ГГУ Сергея Хохомова. Лето, дружба, студотряд. Для молодежи этим летом в регионе создали более 2,5 тысяч рабочих мест. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Ключевая задача для органов власти состоит в том, чтобы текущие сложности, вызванные различными обстоятельствами, не переносились на людей. Об этом президент Беларуси заявил на этой неделе на совещании с руководством экономического блока страны. Правительству предстоит задействовать все возможные ресурсы, чтобы избежать снижения уровня жизни населения. О задачах исполнительных комитетов всех уровней шла речь и во время встречи Александра Лукашенко с активом Гомельской области 21 июля. Встреча продолжалась более трех часов. Главное внимание тому, как не допустить падения экономики по итогам года и повысить благосостояние населения. Зарплаты, занятость и цены – три основных пункта. В этот же день президент принял участие в открытии в Гомеле поликлиники, которую можно считать реальным примером реализации социально направленной политики. Ход визита Александра Лукашенко в Гомель в материале наших корреспондентов. Встреча с активом Гомельской области продолжалась значительно дольше запланированного времени – более трех часов. Александр Лукашенко вспомнил свои первые посещения Гомельского полесия в 90-х. Один из важнейших участков моей президентской работы – возрождение полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая. Глава государства говорил и о задачах органов власти на современном этапе. Президент уверен, социально ориентированная политика, которая проводится на протяжении последних десятилетий, приносит положительные результаты. Среди вопросов, которые в Гомельской области необходимо решать в ближайшее время, проведение масштабной мелиорации, что позволит получить значительную прибавку урожая. У нас не много на Гомельщине плодородных земель, а самое главное – обводненных земель. Вы всегда страдали от засухи. Спасти эти земли. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего и Гомельской области. Ну, не потому что я у вас здесь, а потому что, если мы дополнительно эти земли, обводненные, не введем в строй и не спасем, вам не за что будет прибавлять. И второе, о чем вам надо уже сегодня подумать – по орошению земель. Не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны. Особое внимание экономической сфере и кадровой политике. Александр Лукашенко уверен – для производства конкурентоспособной продукции в Беларуси достаточно компетентных и профессиональных кадров. В качестве примера – акционерное общество «Гомсельмаш». В свое время это предприятие не только сохранили, но и придали ему новый импульс в развитии. Мы постепенно создали суперсовременный комбайн. Подводит итог Александр Лукашенко. Проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично, потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Социально ориентированная политика, которая придерживается в Беларуси, останется критерием в принятии любых решений. При этом основной упор на развитие системы здравоохранения. Пандемия коронавируса подтвердила правильность выбранного курса. В Беларуси на борьбу с COVID-19 из бюджета направили около 500 миллионов рублей. Однако президент уверен – люди дороже. «Мы справились, потому что уделяли большое внимание этой сфере», подчеркивает Александр Лукашенко. Именно об этом президент говорит во время открытия в Гомеле современной поликлиники. И отдельное слово благодарности в адрес медиков, которые еще раз подтвердили свой высокий профессиональный уровень. «Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцина, без лекарств, неизвестная болезнь, они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту больницу». Это чрезвычайно необходимый для города объект. Именно так Александр Лукашенко оценивает новую поликлинику. Местные жители, которые для встречи с президентом начали приходить сюда с самого утра, с ним полностью согласны, и не скрывают своей радости. Раньше им приходилось добираться до поликлиники по улице Ландышева, что особенно пожилым людям было достаточно сложно. Да и пропускная способность этого учреждения оставляла желать лучшего. Еще один плюс новой поликлиники – ее уникальность. Здесь установлено высококлассное оборудование, позволяющее проводить диагностику на месте, а не направлять пациентов в другие учреждения. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, это новый стандарт для поликлинического звена. То есть пациент большую часть помощи может получать на амбулаторном этапе. И опять же невролог, если раньше в поликлинике это был основной рабочий инструмент, это молоток, то сейчас есть возможность нейровизуализации, есть компьютерный томограф прямо здесь. Таким образом, первичное звено становится центром первичной клиникодиагностической помощи на очень высоком уровне. А стационар оставляем именно так для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении и нуждается в высокотехнологичных медицинских вмешательствах. Новая Гомельская поликлиника – реальное подтверждение эффективности, проводимой в Беларуси социальной политике. Учреждение строилось для обслуживания жителей трех ближайших микрорайонов. Однако в ближайшее время на ее базе начнут работу восемь центров коллективного обслуживания населения Гомеля и Гомельского района. Всего более 530 тысяч человек. Это позволит использовать дорогое оборудование более эффективно. Очень важна концентрация кадрового ресурса, а также не распыление концентрации в одном месте мощной диагностической базы, что позволено на базе данного учреждения в том числе сформировать и организовать работу центров коллективного пользования для всех жителей города Гомеля и Гомельского района. Александр Лукашенко проходит по кабинетам новой гомельской поликлиники, где ему не только демонстрируют установленное оборудование, но и рассказывают о его преимуществах. Если раньше, к примеру, рентгеновское исследование занимало до 30 минут, то сейчас современный компьютерный томограф справляется с этим всего за несколько секунд. После торжественной церемонии открытия и осмотра объекта Александр Лукашенко направляется к машине, однако по просьбе людей подходит к ним. Разговор с гомельчанами получается не просто открытым, но и по-человечески – очень тёплым. Александр Лукашенко, здравствуйте! Потому что там уже меня люди ждут. Здорово, пожалуйста! Борода, вон я с бородом. Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет. Спасибо большое! Спасибо! 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 Вот видите, как боятся заболеть, а! Александр Лукашенко, здоровья нации! Спасибо! Будьте здоровы! Спасибо! Не болейте! И вам здоровья! И вам здоровья! Еще раз здоровья! Здоровья! Была со школой проблема, она сейчас и остается на хуторе в интернерайон. Вот. И очень большая проблема с детскими площадками. Нашим детям просто негде гулять. По школам, я думаю, мы решим в ближайшие годы. А первую площадку, если надо, даже и два, это недорого, скажешь потом. Мы поможем. Это святое. Детская площадка. Ну и там действительно, там одна площадка, нормальная площадка. А ты не убеждай меня, решение принято. Спасибо. Только подскажи потом, где она должна быть. Конечно, конечно. Ну не возишь своего дома только. Ну конечно. Восточный обход, 500 метров отсюда. Губернатор сказал, делают проект, мост, мост и обход. Вот мы в следующей пятилетке вам подарим. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях – уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Белорусский металлургический завод наращивает экспорты на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко. Сейчас БМЗ восстанавливает свой обычный режим работы. По итогам июля прогнозируется рост объемов выплавки стали на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Положительная динамика ожидается по показателям экспорта и объему полученной выручки. Как крупный экспортер БМЗ ощутил влияние коронавируса на мировую экономику. Сильнее всего пандемия сказалась на метизном производстве, в частности, на реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы его закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты. Постепенно рынки оживают. География поставок включает 49 стран. В числе самых крупных импортеров – Россия, Израиль, Литва, Германия и Нидерланды. Производственные мощности предприятия сейчас загружены в соответствии с заказами, что фактически исключает наличие складских запасов. Председатель облсполкома Геннадий Соловей принял участие в чествовании экипажей комбайнеров-тысячников. Сейчас в Гомельской области убрано более 30% площадей. Общая урожайность составляет почти 300 тысяч тонн. При этом в шести районах области 20 экипажей комбайнеров-тысячников и 45 водителей, которые перевезли по 1000 тонн нового урожая. В этом году большинство сельскохозяйственных предприятий сработали достаточно эффективно, и сама организация труда заслуживает высоких оценок. В качестве подарков – сертификат на набор посуды Добружского фарфорового завода, благодарственные письма от облсполкома и символический знак «Лидер уборочной компании-2020». В этом году Гомельская область должна завершить сборы урожая с хорошими результатами, но темпы работ необходимо ускорить. Зимний посев впереди. Требование губернатора – максимальное использование элитных семян. Красный Мазырянин в этом году начал отгрузки в Казахстан. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельской облсполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом предприятия. В целом кондитерская фабрика поставляет на зарубежные рынки до третьей продукции. Сладости из Наровли знают в России, Украине, США, Азербайджане, Грузии. Геннадий Соловей обратил внимание – на белорусском рынке есть и более дешевая аналогичная продукция, однако норовлянские сладости отличаются качеством и натуральностью, что, безусловно, ценит потребитель. Во время посещения Норовлянского района председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей вручил ключи от новых домов семьям молодых специалистов. Новоселье в агрогородке Завойте отмечали две семьи работников местного комбината «Заря». Два одноквартирных жилых дома построены по поручению президента. Каждый дом площадью более 82 квадратных метров. Есть приусадебный участок. Такую практику в регионе намерены продолжать. В Течерске честовали медицинских работников, которые противостояли пандемии COVID-19. Главные герои торжественной церемонии – работники районной больницы и санитарной службы. Не только медперсонал, но и те, кто помогал им в этот сложный период. Помимо местных властей, свою благодарность медикам выразили представители общественных объединений. Открытое акционерное общество «Отер и Звезда» передали денежные сертификаты районной больницы и центру эпидемиологии. Для учреждения это хороший стимул для дальнейшего развития. Спасатели Гомельской области присоединились к челленджу мощи. Флэшмоб накануне дня пожарной службы запустили работники МЧС из Витебска. Свою богатырскую силу продемонстрировал и представитель нашей области. Начальник Добружской пожарной части номер один Дмитрий Тружков. Он 15 метров протащил автоподъемника ПК-75, который весит 48 тонн. Затем передал эстафету коллегам из других областей. В этом году Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины отметил 90-летие. Хороший повод вспомнить историю первого вуза региона. Гость студии ректор Сергей Хохомов рассказал об интересных, малоизвестных фактах из жизни университета. Работе приемной комиссии в пандемию и профессиях будущего. Сергей Анатольевич, вот интересно, остались ли еще факты из истории университета, способные по-доброму удивить не только наших зрителей, но и студентов, и даже ваших коллег-преподавателей? Я не знаю, насколько они будут интересны для телезрителей, но несколько фактов могу указать. К примеру, хорошо известно, что Владимир Алексеевич Белый, первый ректор университета как университета, он затем впоследствии был ректором Белорусского государственного университета. Но оказывается и первый директор Гомельского педагогического института Иван Федотович Ермаков тоже в свое время после работы в нашем университете был направлен ректором Белорусского государственного университета на работу. То есть Гомель всегда был хорошей школой кадров? Я думаю, что да, потому что следующий факт, например, несколько лет назад из семи высших учебных заведений Гомельской области пять возглавляли выпускники нашего университета. То есть это, например, я, Юрий Иванович Кулаженко, ректор Белгута, Сергей Иванович Тимошин, ректор технического университета. Кроме этого еще украинец был ректором института МЧС. И Валетов, ректор Мозовского государственного педагогического университета. То есть это подтверждает то, что наш университет все время являлся кузницей кадров. Кроме этого, не знаю, интересно это или нет, но мой предшественник, Александр Владимирович Рогачев, в 2004 году, когда стал ректором, он проводил инвентаризацию и с удивлением обнаружил, что у нас числится на балансе лошадь в университете. Вот это да. Да, да. Он тоже удивился. Но когда углубились в историю, ну у нас есть учебно-научная база чонки, в урочище чонки расположено, поэтому углубились в историю, оказалось, наши преподаватели, студенты во время войны обратились к командующему фронтом Рокоссовскому Константину Константиновичу с просьбой помочь в организации восстановления работы пединститута. И действительно, Рокоссовский выделил три автомашины и пять лошадей с упряжью и повозками. Я думаю, одна из этих лошадей вот до 2000... До сих пор служит? Нет, сейчас уже нет. До 2004 года она точно была на балансе университета. С тех пор, конечно, многое изменилось уже. Во всяком случае, лошадей у нас нет. Сергей Анатольевич, а как готовились к 90-летию университета? И что вы, как ректор, считаете главным подарком в этот юбилейный год? Главным подарком, я думаю, следует считать то, что 30 июня мы вручили 1708 дипломов первой и второй ступени образования. Из них 220 дипломов студентам-иностранцам. Я думаю, это один из важнейших подарков. На государственных наград удостоены 7 представителей нашего университета. Это медали за трудовые заслуги, медаль Франциска Схарина, звание заслуженный деятель науки. Буквально 2 июля накануне для независимости Александр Николаевич Скиба получил один из наших известных математиков. Известный не только в Беларуси, а во всем мире. У него очень высокий индекс цитирования, огромное число публикаций в престижных международных журналах. Тезис «Первый университет региона» обязывает и сегодня держать марку. Ну, согласен с вами. Мы стараемся не отставать и от наших предшественников, и в чем-то их пытаться опередить. Говоря про будущее университета, как, оставаясь вузом классическим, быть практически всегда современным? Наши студенты и побеждают в конкурсе «100 идей для Беларуси», отличную проводят стартап-школу ГГУ, разрабатывают мобильные приложения. То есть, мне кажется, вот именно доверие молодежи, оно позволяет университету оставаться современным. В этом году к привычному волнению вступительной гонки переживаний добавила пандемия. Как перестроились в этой связи и ваши коллеги из приемной комиссии, и сами абитуриенты? Перестроились в соответствии с рекомендациями Министерства образования. У нас уменьшено число абитуриентов, которые одновременно сдают централизованное тестирование. То есть, сейчас все абитуриенты располагаются по одному за партой с соблюдением социальной дистанции. Им рекомендовало приходить в защитных масках. Соответственно, члены комиссии также соблюдают все необходимые требования. Но кроме этого, кроме этого я уже упоминал, студенты, наши студенты вместе с преподавателями, под руководством опытных преподавателей, они разработали специальное мобильное приложение, разработали специальный сайт, личный кабинет абитуриента ГГУ, по которому можно с минимальным контактированием направить все свои документы, фотографию, копию паспорта, копию сертификатов тестирования, копию аттестата, отсканировать, сфотографировать, и даже не приходя в университет, направить это все в приемную комиссию. Можно это делать даже в несколько этапов. Сейчас это можно делать, а когда получите сертификаты, добавить еще оценки по сертификатам. И о результатах можно будет узнать, в том числе онлайн в этом кабинете. Совершенно верно. И не только о результатах. Можно будет отслеживать, как много на вашу специальность, как много подано документов, на каком вы уровне находитесь. Потому что после того, как оценки по сертификантам и средний балл аттестата будет известен, вы можете увидеть, на каком месте примерно вы находитесь. Поступаете вы, проходите на бюджет, не проходите. Ну а все равно в соответствии с нормативными требованиями расписаться где-то придется. Но у нас разработано, как в банках, электронная очередь. Пожалуйста, талон заказывайте, время указывайте. И буквально в течение нескольких минут вы сможете подать документы в приемную комиссию. То есть можно сказать, что пандемия в том числе ускорила процессы осовременивания. Я думаю, вы правы. И опять же это возвращает к тезису о том, что надо доверять молодежи. Потому что надо откровенно сказать, что некоторые наши преподаватели до пандемии думали, что Zoom, Jitsi и Discord это клички собак. Выяснилось, что это платформы коммуникационных технологий, которые позволяют проводить лекционные, семинарские и другие занятия. И вот наши студенты, им еще раз большая благодарность, потому что они помогли и в том числе и преподавателям быстро освоить вот эти технологии. И в завершение, буквально коротко, Сергей Анатольевич, какие специальности сегодня пользуются больше всего спросом? Какие из них вы бы назвали профессиями будущего? Эти специальности не будут совпадать. Не знаю парадокс это, к сожалению. Потому что, например, анализ как раз ситуации после пандемии меня приводит к выводу, что все-таки, несмотря на то, что и электронная платформа, и дистанционная форма обучения, и онлайн, многие вещи можно решать без преподавателя. Все-таки это будет крайне сложно, если не невозможно. Поэтому одной из профессий будущего, все-таки, я считаю, преподаватель, учитель. Можно было бы сказать инженер, веб-дизайнер, хотя это тоже одна из профессий, очень перспективная. Но, тем не менее, вот без преподавателя даже обратная связь с нашими студентами говорит о том, что это намного облегчает процесс обучения и делает его намного более эффективным. Это первое. А по тем специальностям, которые сейчас пользуются популярностью, тут очень многое зависит от набора, от числа мест, которые мы выделяем на бюджетную форму обучения. К примеру, юридические специальности. У нас до 10 человек на место. Но это, с одной стороны, связано с популярностью этих специальностей, с другой стороны, потому что бюджетных мест выделяется всего 5. Поэтому 50 человек уже составляют значительный конкурс. Вот у нас наибольшие конкурсы на специальности юридического факультета, на психологию, иностранные языки, на специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Ну, в этом году у нас 3 новых специальности. Как раз прикладная математика, лингвистическое обеспечение коммуникаций на историческом факультете и лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. И третья – это специальность на филологическом факультете русский язык и литература, иностранный язык, английский. Могу анонсировать, что в следующем году мы планируем открыть, мы уже получили лицензию, откроем еще 2 специальности – белорусский язык с английским и русский язык с китайским языком. Отлично. Я уверен, многих заинтересовали. Очень надеюсь, что абитуриенты вашего университета выберут правильные специальности и дорогу в будущее. Уверен в этом и надеюсь. Спасибо за это интервью. Успехов в делах. До встречи в эфире. Спасибо вам. Горячее лето. Молодежь во все времена стремилась сделать летний отдых не только активным и разнообразным. В этом году студенческие отряды БРСМ, продолжая старые добрые традиции комсомола, и сегодня дают возможность тысячам парней и девушек заработать первые личные деньги. Строительные, сельскохозяйственные, экологические и волонтерские. Какие отряды в этом году работают в Гомельской области и чем полезен первый трудовой опыт, узнавала Анна Корольчук. Любой работодатель скажет вам, что теоретическим знанием предпочтет практический опыт потенциального сотрудника. Именно поэтому многие выпускники после университета сталкиваются с ситуацией «без опыта не берем». Вывод – идти работать нужно еще студентам. Чем раньше вы заложите первый кирпич в фундамент вашей карьеры, тем быстрее и выше подниметесь. Отличный пример тому – работа в составе стройотрядов. В каждый год студенты, учащиеся колледжей, задействованы на строительстве значимых социальных объектов региона и страны. В этом году такой площадкой стала новая школа в 21-м микрорайоне Гомеля. Первые бойцы из дорожно-строительного техникума трудились тут весной. Сейчас их сменили студенты факультета промышленно-гражданского строительства «Белгута». Десять ребят работают полный рабочий день пять дней в неделю. Занимаются устройством насыпных полов, укладывают тротуарную плитку, выполняют погрузочно-разгрузочные работы. Отлично, что мы смотрим на опыт технологии строительного производства, можно сказать, от первого лица. Это очень познавательно и полезно. Получаем первый опыт производственной практики. Это очень поможет нам, как будущим специалистам. Настройки отличные прорабы, мастера. Они подсказывают, рассказывают про конструкции, про технологию. Очень познавательно и интересно. Парни не только оттачивают навыки будущей профессии, но и присматриваются к работодателю. На третьем курсе говорят, уже пора думать о вариантах трудоустройства. Многие работники строительного треста номер 14 и сами в прошлом – выпускники «Белгута». Поэтому с вниманием относятся к студентам, стараются помочь и подсказать. Вспоминают, в свое время сами начинали именно со строя отрядов. Мы ударно трудились. Это были самые золотые годы. Вносили тоже свой вклад как студенты в значимые объекты. И проезжая мимо них, с гордостью ощущаешь, что здесь и моя частичка есть. Ребята не брошены. Мы их поддерживаем. Постоянно общаемся, узнаем их трудности, какие-то проблемы, может, предложения. И все эти вопросы решаются в рабочем порядке, проблемные, берутся на контроль. А это уже Гомельский мясокомбинат. Бойцы производственного отряда «Труженик» из ГГУ имени Франциска Скорины работают упаковщиками продукции. Они учатся на разных факультетах. Но их объединило желание не тратить в пустую месяцы летних каникул. «Труженик» будет помогать предприятию вплоть до начала учебного года. Я захотела что-то новенькое, я активистка, поэтому самое главное – это то, что ответственность идет. Я должна за всех, как сказать, в ответе. Если они меня попросят, то я должна буду им помочь. Сельскохозяйственные предприятия в летний сезон тоже не отказываются от желающих подработать. К СУБ «Брелева» на консервации «Горошка» сейчас работают сразу два отряда – учащиеся колледжей Центрального района Гомеля и студентов Технического университета имени Павла Сухого. Они стараются, мы их стажируем предварительно, и поэтому не отстают от наших профессиональных рабочих и помогают нам. Это каждый сезон у нас так получается. Спасибо им большое. Студенты ГГУ имени Франциска Скорина второй купальный сезон несут службу в акватории пляжа Гомеля. График работы – два дня по восемь часов и выходной. За это парни получают около 400 рублей в месяц. Предварительно все они проходят специальную подготовку и сдают экзамен. Говорят, в этой работе самый необходимый навык – умение быть убедительным. Сложности в том, что очень много приходит с детьми, а дети, как вы знаете, непослушные. Они не слушают ни родителей, но нас вот на самом деле они слушают. Также сложности в том, что много приходит с животными, нам приходится говорить, что нельзя. И, к сожалению, есть люди, которые приходят со спиртными напитками. Приходится тоже им объяснять, что так не положено. К сожалению, этим летом не получилось направить отряды на работу в Подмосковье и на Черноморское побережье. Вместе с тем выездные команды поехали в Минск. Впервые гомельчане работают на столичном Атланте. В производственных командах из пяти учреждений образования практически 70 – юношей и девушек, которые прошли строгий конкурсный отбор. Всего в Гомельской области территориальными комитетами БРСМ подписано 250 договоров на трудовую занятость в составе студотрядов различного профиля. Это более чем 2500 рабочих мест. При этом количество желающих подработать летом превысило 3600 человек. И эта цифра растет. Анна Коральчук, Андрей Иванов, Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова